Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Наверное, каждому возрасту соответствует какое-то состояние и понимание этого возраста. Я догадываюсь, что есть люди, которые постарели рано, которые, будучи в юном возрасте, чувствовали, что им уже 60, а им было 30. Есть, наверное, пожилые люди, которые 80 лет чувствуют себя молодыми. У меня есть, кстати, гениальная книга по этому поводу Владимира Якулева, называется «Возраст счастья». Посмотрите. Ну вот, я хочу сегодня вот о чем поговорить. Как вы сами себя чувствуете? На свой возраст старше или моложе? Или, может быть, ваши близкие не чувствуют, что они или пожилые, или наоборот молодые? То есть они или инфантильные, или рано постаревшие? Надо сказать, что у юных людей нет физических заболеваний, как правило, которыми страдают люди в возрасте. Там подагры всякие, тяжелее ходить, труднее дышать, меньше сил. Но накапливается с возрастом, особенно у курящих и пьющих. Есть какие-то объективные вещи физические, которые, наверное, отделяют молодых от пожилых. Но все равно все находится в голове. Итак, как вы себя чувствуете? В своем ли возрасте старше или моложе? Может быть, кто-то из ваших близких, мужья или жены? И создает ли вам это проблемы? Здрасте. Алло. Добрый вечер, Михаил. И сразу можете сказать, сколько вам лет? 40 лет. И что по этому поводу думаете? По этому поводу, думаю, что, не знаю, вопрос в кем и не в кем будет по возрасту. Но вопрос, связанный с работой, с моим возрастом, последние несколько лет. Да, пенсии еще 15 лет. И вот, думаю, уже скорее бы выйти на пенсию. Понятное дело, работа не нравится, но это другая тема. Что там карьера, деньги, там... Вот только сегодня ваша передача интересная служба. А вы, когда выйдете на пенсию, собираетесь жить на эти деньги? На эти 12 тысяч рублей? А, нет, сейчас каплю деньги, покупаю недвижимость. Ну, такая мечта у меня, вот, там, скопить какую-то сумму, потом жить на эти средства. То есть 40 лет вы думаете уже о пенсии, да? Да, вот 40 лет, а я уже думаю 15 лет до пенсии. Вы как болерун прямо, это они там в основном на пенсию в этом возрасте уходят. Слушайте, а что вы делать будете на пенсию? Ну, отдыхать, какие-то реализовывать себя, заниматься там каким-нибудь хобби, что-то еще. Хочу на побережье переехать, вот, скопить средства, купить там... Ну, сейчас активно попытаюсь выкладывать деньги, скупаю недвижимость, чтобы в пенсии уже была какая-то сумма, чтобы более-менее жить на нее нормально там. Ну, хорошо, сходили с утра на море, а потом? Книги, самореализация, может быть, какой-то там открою, там, ремонт машин там или что-то. А, то есть все-таки не совсем на пенсию? Ну, да, вот просто вопрос в том, что вот такой возраст, а у меня одна мысль, вот обратный отчет, скорее бы вот уже вот пенсия. А вопрос, что у вас? К работу бросить не могу, сегодня только слушал вашу передачу, прям вообще в восторге от ваших передач, там, запись. Спасибо. Надо заниматься своим делом, всем, но не могу я бросить работу, там, карьера у меня, образование, там, ну, какие-то нормальные деньги я получаю. В другом месте, естественно, я их не могу получать и тому подобное. Вот насколько вот это правильно? Вот сейчас вот... Совсем неправильно, нет, никак неправильно. А как быть? Как быть, пересмотреть свои отношения к жизни. Дело в том, что вы, когда говорите про пенсию, то вы как бы пытаетесь уйти от проблемы. Проблема пораста и понятная. Та работа, которая есть, вас не устраивает, а другую работу вы для себя не видите, которая приносила бы, ну, доход, который вам нужен. Да. И вы говорите, а, тогда я еще на пенсию пойду. Но есть же другие варианты. Вот тот же ремонт автомобилей, который, может быть, принесет больше денег, чем вы зарабатываете наемным работникам, можно начать, не дожидаясь пенсии. Да и много вариантов еще есть, что можно сделать, не дожидаясь пенсии. Для этого не обязательно уходить на пенсию. Интересный был первый звонок от 40-летнего человека, который на 20 лет меня младше, но который уже хочет пойти на пенсию. Я вот 60, я не только на пенсию не хочу. У меня, слава богу, такая работа. Я не балерун, поэтому мне на пенсию рано не надо, что я могу работать всю жизнь, если в маразм не впаду на старости лет. Вот, поэтому, как бы, я понимаю, что некоторые люди, они вообще выживают. Они живут, и им хочется побыстрее пойти на заслуженный отдых. Но мне повезло в этом смысле. Я всегда занимался одним и тем же, и мне всегда это нравилось. Единственное, у меня был такой период в жизни, когда я перестал работать в школе, и очень по этому поводу я даже сказал, тосковал. То есть, школу я вообще обожал. Но в школе можно, как это... Кто из вас видел знаменитый фильм Старшая сестра с Татьяной Дорониной, Тиняковой и остальными, как она читала, говорит, идите в театр, я забыл, или живите в нем, или умерите в нем. Школа это такое место, где там можно умереть, прожив всю жизнь. Вот. А так я всегда работал в школе психологом. И не в школе психологом. Здрасте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, Михаил, мне тоже 60 лет. Я вас поздравляю. Какие ощущения? Ощущения? Ощущения вот... Как было у меня 28. Вот так и сейчас 28. Там и застряли, да? Никаких изменений в моем мироощущении нет. То есть, ничего не изменилось, а организм, он же как-то по-другому реагирует? Да нет. В принципе, как бы вот таких серьезных... Слава Господу, через левый плечо плюнул. То есть, живо-здорово и как-то 28. Закрываний нет, да. Поэтому, в принципе... А вы физически издали? Такой, как будто я вот институт только что закончил, что-то вот, как бы, работу буду искать. Но есть же какой-то анекдот. Вот я когда стану взрослым, я найду себе хорошую работу, буду зарабатывать большие деньги. Андрюш, успокойся, тебе уже 63 года. Да-да-да. Ну, хорошая работа-то мороженое продавать или пожарно продавать. Вот у меня вот такой же все еще. Понятно. Спасибо вам большое. Это интересно, потому что люди пока все моложе. Нет-нет, неправда я сказал. Один моложе, один старше своего возраста, потому что на пенсию, чтобы захотеть пойти, и уже не на 40 лет человек себя чувствует. У меня есть проблемы. Я, ну, себя не могу оценить по возрасту. И я не могу, вот я психолог вроде бы, да, еще с таким стажем под 40 лет, и тем не менее, я очень плохо разбираюсь в возрасте других людей. То есть мне трудно сказать, кому сколько лет, а я знаю людей, которые точно там плюс-минус 5 лет могут определить возраст. Например, вот я мужчина, да, я не могу определить возраст женщины. Вот, я давно это понял, что это вот, мне не трудно сказать, кому сколько лет. Ну, и, видимо, и про себя тоже нелегко. Друзья мои, значит, почему я сослался на книжку «Возраст счастья»? Те, кто эту книжку видел, они знают почему. А кто не видел, я вам расскажу. Многие люди уже, не знаю, в 20, в 30, в 40, в 50 и так далее лет говорят себе такую фразу, что поздно менять жизнь, уже все, будем донашивать старую. А книга «Возраст счастья» о том, как люди не в том возрасте, о котором мы сегодня говорим, а скажем, в 80 лет или в 90 лет полностью меняют свою жизнь. Притом меняют так, как нам не снилось. Не в смысле, что перешел с одной работы на другую, а там такие уникальные истории. Я помню, какой-то китайский стеклодув, который выдал себе на вредном производстве «Все легкие», стал балетом заниматься лет под 80. Женщину, которая на брусьях делала кувырок с переворотом из подскудки, когда за брусью гимнасты вылетают, делает сальто и приземляется. Ей, по-моему, 75. Кто-то там на фигурные коньки встал и так далее. Спрыгали с парашютом, начали рисовать, занялись музыкой, притом серьезно все. И этим людям всем сильно больше 70 лет. Там вообще ближе к 80 и 90. Что говорить о тех, кому 50, и они говорят, что уже поздно. Звоночек? Здрасте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Нина. Мне 45 лет будет в августе. Так, Нина. Меня недавно просто на работе спросили, ну, что-то был разговор по поводу возраста, и я никогда об этом не задумывалась, и задумалась, что я, наверное, чувствую себя, вот, наверное, лет на 25. Что очень приятно и здорово, но тут у меня возникает некоторый такой когнитивный тиссонанс, потому что 45 лет немножко дают от себя знать, иногда там что-то потянуло спину, там, не знаю, плечо, заболела шея, голова, там, смотришь в зеркало какие-то морщинки, при всем при том, что я всегда выглядела гораздо младше своих лет, а вот сейчас я вижу, что я, это начинает, так сказать, меня настигать немножко. И вот тут у меня происходит какое-то странное вот это вот, оно мне приводит в ужас, что я смотрю в зеркало, вижу, что мне не 25, а чувствую я себя, когда я не смотрю в зеркало. Лет на 25. И я совершенно не понимаю, что с этим делать, и как с этим ужиться, ужиться, потому что периодически ощущение, что все, жизнь закончилась, а периодически, что да за что, из-за с ума сошла, а уж только все начинается, и вообще чувствую я себя на 25. В 45 закончилось. Соответствие картинки и ощущения. Да. Вы знаете, вот странно, потому что я, когда смотрю на себя зеркало, я тоже не могу по себе сказать, сколько мне лет. Так как я смотрю на себя зеркало уже 60 лет, то такое ощущение, что ничего не меняется. Естественно, я, конечно, посидел, размордел, потолстел. А когда мне было 17 лет, я носил одежду с 46 размера, и тогда с 48, а после 50, с 54. Это как бы объективные вещи. Вот. А так вот сказать, что вот тут было 25, а здесь 45, вот так по зеркалу, мне трудно, потому что для этого надо зеркало несколько лет не смотреть, чтобы такие ощущения были. Ну вот у меня как раз в плане посидел и потолстел, вот у меня вот это вот как бы дает о себе знать, и думаешь, ой, а что же я себя, дурочка-то, чувствую на 25? И вот непонятно. Вам это не поможет, от того, что вы... Это наоборот, я права, что я себя чувствую на 25, надо гнать, пока не не будет. а это невозможно, потому что это психология. Это сколько вы на себя не смотрели, вы себя старше ощущать не будете. Вот пишет, здравствуйте, мне 35, скоро чувствую и говорю даже неосознанно, возраст меньший. Хорошо, что мне пока верят. Очень не хочется, чтобы цифры в паспорте увеличивались. А чувствую себя на 24, в этом возрасте я вышла замуж. Вопроса нет. Кстати, я вспомнил, что в моей жизни было и наоборот. Значит, я учился в 9 классе, и мне было вообще 15 лет. Я школу закончил в 16. Ну вот, и я пошел гулять куда-то около дома, и встретил двух девчонок, и... что-то начал к мне приставать с текстом, что я студент первого курса МГУ филфака. Вот, я даже в 10 класс еще не перешел. То есть, был в жизни эпизод, я думаю, не один, дети не все помнят, когда дети пытаются себе прибавить возраст. Когда они курят, когда их не пускают в кино, когда еще что-то, у них какие-то ограничения. Так что, я вспомнил, что у меня такое было. Правда, все не прокатило. Никто не верил девятикласснику с первого курса. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста. Вы говорите про возраст. Вот я хочу сказать, что мне 68. И как ощущения? Ощущения? Ну, я не чувствую этого возраста. А что вы чувствуете? Я чувствую, что у меня все еще тоже какой-то юнус такой задор. А как другие люди относятся к вам? Ну, их отношения с возрастом меняются как-то? Вы знаете, я думаю, что да, вот у меня совсем недавно была встреча с одноклассниками, с которой мы не встречались 50 лет. Но многие считали, что это глупо встречаться с их через 50 лет, что они сильно постарели, что это никому не нужно и все такое. Но тем, кто пришел, получили удовольствие от этой встречи. Понятно. Да, интересно. Вы их как нашли? Они похожи на вас или они прямо на 68, а вы нет? Нет, мне кажется, те вот мои школьные друзья некоторые, значит, примерно находятся в том же таком юношем состоянии, а некоторые, ну, какие-то немножко два, и в том числе. Понятно. Спасибо. Да, пишет Евгений, мне 32, у меня нет нифига ни семьи, ни карьеры, ни имущества, и я думаю, годы идут, я начну стареть, а если так и не добьюсь ничего, никто обо мне не узнает, я ничего не создам, и так далее. Эта тревога все время со мной и не отпускает. Как ее успокоить? Ну, во-первых, сказать, что будьте вечно молодым, до тех пор, пока вы в таком состоянии находитесь, вы, как юноша, нет смысла, может быть, специально что-то для этого делать, и потом, зачем вам надо, чтобы о вас кто-то узнал, какой в этом смысл. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Ксения, хотела бы спросить вас о моем муже, которому 56 лет, он впал в детство, слушает музыку, где девочки молодые типа серебро поют, покупают молодежные штаны с дырками на коленях, футболки с лицами молодых девушек, вопрос такой, это вообще нормальное состояние мужчины такого возраста? Мне 43, и я чувствую неудобства, когда иду, например, рядом с ним, за раранье, спасибо. Интересно, почему неудобства-то? Ну, у нее нет дырочных штанов. А, в этом смысле. Ой, это очень смешная тема, значит, вообще считается, что когда мужчины, про женщин мы еще поговорим, когда мужчина начинает, ну, смотреть на молоденьких девочек, и чем выше, больше разница в возрасте, тем круче, то какой-то один это считается из признаков старения. Почему? Потому что таким образом мужчина пытается доказать сам себе и всему миру, что он типа еще не стар, что молодежь еще на него ведется, обращает внимание, реагирует и так далее. Мой директор, Наталья, у нее есть такой совершенно убийственный вопрос на эту тему. Когда вот такие парни, значит, я не знаю, там, 50+, 60+, 70+, у меня и такой дружок есть, 75-летний, который перестает молодежи. Вот. Кстати, тем не менее, кому-то нравится, кстати, я даже видел своими глазами это, как он кому-то нравится. Да, так вот, а когда человек говорит, например, ну вот, в возрасте, которому нравятся молодые девчонки, он говорит, да она такой интересный человек, мне вообще с ней так интересно, при чем здесь ее 18 лет, да вообще не в этом дело. Мы с ней прямо вот общий язык находим, мы как друзья. На что мой директор говорит, слушай, а у тебя есть вообще еще друзья 18-летние, кроме этой бабы? И такая тишина, и больше вопросов нет. Потому что друзей у него больше 18-летних нету. У нее и 25-летних, в принципе, нету. У нее даже и 40-летних нету. Поэтому, к сожалению, это все история про одно и то же. Почему я сказал, что давайте поговорим о женщинах потом? Потому что у женщин этот процесс начинается еще раньше. Это классика жанра, что женщины, ну не все, конечно, мы вообще не про всех говорим, друзья мои. Мы поговорим про некоторые случаи в жизни людей. Так вот я хочу сказать, что некоторые женщины после 35 лет примерно начинают интересоваться молоденькими парнями, которым лет, например, 20. к сожалению, это то же самое, что у мужчин, которым 60, а они интересуются 20-летними. Только это в женском таком варианте. И как бы психологически, да, человек считает себя уже в возрасте. А когда он считает себя в возрасте, то чтобы как бы задержать этот возраст, дальше не усугублять, вот ему нужно ухватиться как бы за молодежь, чтобы он чувствовал себя молодым. Я думаю, что люди, которые не чувствуют себя старыми, они интересуются ровесниками. Ну или какая-то разница между мужчиной и женщиной в пределах нормы. Кстати, я хочу сказать, что на так называемом Западе это очень редкий случай такого, такой пары, где у них разница в возрасте там по 20-30 лет. Там считается, что правильно мутить со своими ровесниками, чтобы у вас было одно поколение. И когда у вас одно поколение, вы как бы близки и вам есть о чем поговорить. Здравствуйте, Михаил. Мне 47, выгляжу лет на 5-10 моложе, ощущаю себя на 30, всегда мечтал о семье, но есть только сын. Мечтал о двух детях и до сих пор думаю, что могу родить. И когда эта мысль меня посещает, то расстраиваюсь, так как и не от кого, да и по возрасту уже вряд ли. Как с этим справиться, как с этим смириться, этот факт очень меня убивает. Мария. Ну, спасибо, Мария, за ваш вопрос. Один из вариантов взять ребенка из дома ребенка. Звоночек, может быть? Давайте, попробуем. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Говорите, пожалуйста. Да, я вот хотела спросить. Знаете, вот очень часто, да, мне 43, Самара меня зовут. Очень часто я замечаю, что начинаю возвращаться в прошлое, то есть вспоминать какие-то моменты, какие-то вот связанные со студенчеством, даже школьной. Ну, и друзья у меня тоже со школьной скандидкой, до сих пор есть. И мы общаемся и часто вспоминаем. И вот я думаю, это вот, ну, является какой-то вот такой признак того, что ты не идешь вперед, а ты как-то вот в прошлое возвращаешься и вот думаешь, как-то там было здорово, вот как бы вернуться бы туда. Если вы хотите туда вернуться, то, значит, там вам было лучше, чем сейчас. Это правда? Ну, беззаботнее, я бы сказала. Какая-то ностальгия присутствует, беззаботность. Вот это вот у меня чувство, вот это чувство, мне прям хочется вернуться. Вы где-то стоите на трассе Формулы-1, судя по звуку. Да. Отправляясь за город. Понятно. Да, вы знаете, я тоже испытывал такие чувства раньше, и я тоже раньше очень ценил беззаботность и, в общем-то, безответственность. Для того, чтобы вы могли вспомнить свое детство, должны были быть взрослые люди, которые об этом детстве организовали. и в виде родителей. Но со временем я стал ценить то, что у меня сейчас есть, и то, за что я отвечаю, мне нравится. Я не хочу обратно в детство точно. Мне нравится то, что у меня есть сегодня. Спасибо вам еще раз. Расскажите, пожалуйста, как надо прожить молодость, чтобы после не жалеть ни о чем потраченном, в том числе и времени. Татьяна, 23 года. Татьяна, вот видно, другое поколение, 23 года. Для меня об этом сказал покойный Николай Островский. Жить надо так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. О, так он сказал. На самом деле, если серьезно отвечать на наш вопрос, жить надо, как хочется. Это единственный способ жить, чтобы ни о чем не жалеть. Когда вы каждый раз живете так, как вы хотите жить, то это та жизнь, о которой вы, собственно, и даже не мечтали. Мы по-стариковски пытаемся обсудить, кто насколько себя чувствует, соответствует ли психологический возраст паспортному. Обычно мы привыкли, что все люди сейчас чувствуют моложе, но самый первый звонок, если вы помните, был про 40-летний человек, который хочет на пенсию. То есть не совсем так, что все моложе, кто-то и старше. Или это касается вас, и что, какие проблемы в связи с этим. Или это касается ваших близких, какие проблемы у вас с такими близкими. Анна Сочи, мне 49, с нетерпением жду юбилея. Все только начинается, выгляжу великолепно, люблю путешествовать, жизнь прекрасна, и впереди масса увлекательного. Никакого вопроса, просто конституция. Да, человек поделился радостью. Здравствуйте, Михаил, мне 64, и я один из героев книги «Возраст счастья». Ощущаю себя по-прежнему лет на 40, девочки уже не интересуют, только жена Дмитрия из Калуги. Только мальчик, я думал, что я думаю. Я тоже. Вот по тексту. Добрый вечер, мне в этом году исполняется 45, женат, не был, детей нет, живу с ощущением бесцельности и того, что для меня все уже поздно в этой жизни. Практически поставил на себе крест. В любовь уже не верю, ощущение счастья давно не испытывал. Вы знаете, вот эта передача, может быть, кому-то поможет понять, что еще не поздно, еще даже рано это даже сказал, а не то, что не поздно. Вот и звоночек. Здрасте. Добрый вечер. Это Алена из Пятигорска. Вы знаете, с удовольствием всегда вашу передачу слушаю. Спасибо, Алена. Первый раз дозвонилась. Мне 67 лет, исполнилось 10 мая. Я более 40 лет преподаю английский в университете Пятигорска, общаюсь с молодежью, со студентами. Выгляжу, ну, наверное, на 10 лет точно моложе. И никогда эту цифру в голове не держу, что мне так много лет. В связи с этим хотела бы вот как интенсенцию всего того, что мне кажется имплицитно у вас звучит, процитировать, если позволите, стихотворение Ларисы Рубальской об этом. Давно пора, давайте. Можно? Конечно. Не хочу я стареть, не хочу. Я даже наизусть его выучила. Говорят, что отлично я выгляжу. Не такое еще по плечу, что не всякая юная выдержит. Я такое придумать могу, что другие мне просто завидуют. Юность сблеклая, в вечном долгу. Что я в ней, кроме скромности, видела? Кроме комплексов, чтобы надеть. Ну, какие у нас были платьица? Не хочу и не буду стареть. Так себе я в судьбе обозначила. Погляжу на себя, хороша. Три морщинки, подумаешь, трудности. Голос юный, красотка душа. Ну, а в зеркале вечные глупости. Внучка-лапочка рядом идет, незнакомые думают, мама я. Неизбежен у времени ход. Я не буду стареть, я упрямая. Вот это мое кредо жизненное. Спасибо. Дай бог на всю жизнь с таким кредо жить дальше. Вот еще пришло сообщение. Мне 41 год, работаю в молодом коллективе, мужу 50. Мои ощущения на 15. На 15 годах назад застыло. Вот, когда я с мужем познакомилась, он поддерживает меня, что больше 40 ему никто не дает, Олеся. Вот такая, муж такая веха в жизни, что вот как-то познакомилась, там, собственно, и осталось в своем ощущении возраста. Михаил, посоветуйте слушателям, как жить в моменте, чтобы радоваться жизни, независимо от возраста. Надеюсь на ответ. Спасибо, Ирина. Город видное. Ну, раз вы, Ирина, из города видное надеетесь, я же не буду обманывать вашу надежду. Для того, чтобы жить в моменте, надо избавиться от главного врага жития в моменте. А главный враг этого, это тревога. Почему у людей не получается жить сегодняшним днем? Потому что в случае тревожности они думают о завтрашнем дне постоянно, а жизнь не бывает начерная, а потом набила. Так не существует. Потому что завтра, и об этом тоже, кстати, прекрасно говорит Владимир Яковлев, тот, который написал книгу «Возраст счастья». Он такой разнесторонний парень. Вот. Он говорит о том, что какой завтра. Завтра это то, что у вас в голове. А то завтра, который будет физически завтра, для вас опять будет сегодня. То есть, когда наступит завтра, то это будет сегодня. А сейчас завтра, это то, что вы об этом думаете. И очень многие люди очень странно живут, на мой взгляд. В чем, собственно, странность? В том, что они строят какую-то свою будущую жизнь, отказываясь себе в этой жизни. Но я понимаю, что можно, например, отказать себе в каких-то материальных вещах с целью накопить денег. Окей. Но не жить, не путешествовать, не отдыхать, не покупать то, что тебе нравится, не развлекаться, как ты хочешь. Ради того, чтобы потом накопить и себе что-то купить, может привести к тому, что когда вы накопите и купите, то вы этому не будете рады. То есть, это не даст того результата, на который вы сегодня рассчитываете, потому что вы привыкнете и уже привыкли, когда вы такие задачи ставите перед собой, жить плохо. Поэтому, для того, чтобы жить в моменте, нужно не думать о завтрашнем дне. Ну, как не думать? В идеале, жить сегодня, думая о завтра, а не жить завтрашнем днем. И еще есть второй момент. Он не лучше, чем первый. Это когда вы живете вчерашнем днем. Это, конечно, не тревога, но это уже депрессия. То есть, это какое-то состояние, при котором вы всегда находитесь в прошлом. Потому что, в прошлом вы были молоды, не знаю, богаты, любимы и так далее. И вот, сегодня вам плохо, и вы думаете, а вот когда-то это было. Я жил в Израиле, там в Израиле была такая шутка, встречаются две дворняги, одна говорит, а ты знаешь, в Союзе я была оболонкой. Вот так жить не надо. Это, Москва, Семенов. Сегодня день мрачной годовщины, и меня вот все беспокоит, что никто не задает с вопросом, кто подставил страну под фашистов? А сколько вам лет? Мне, я не случайно говорю, мне 90 лет. Ну вот видите, 90 лет. Кстати, вы знаете, что сегодня в 4 утра, Паша, вы не видели этого? А я видел. Кого? Я не кого, а что? Вот человеку 90 лет. Вот чем живет человек 90 лет? Тем, что было, когда это, значит, 22, я понимаю, чем я речь. Я 22 июня 41 года это было, давайте посчитаем, до 2000, сколько, 49 лет и 21, 50, 60, 70 лет. 70 лет. То есть, человеку было 20 лет. Это его жизнь. Да. Короче говоря, я сам в это не поверил, но там было написано в правом верхнем углу прямой эфир. Значит, России канал передавал концерт оркестр Башмета, переближающийся со стихами в исполнении наших артистов. Ну, я не знаю, там, Безруков был, Миронов был, Гармаш, я всех не помню просто. Вот. В это время по каналу НТВ шло театрализованное представление в Бресте. Брест, видимо, был первым городом, на какой, на который напали фашисты. да. Хотя в песне поется 22 июня ровно в 4 утра Киев бомбили, ты-да-ты-ты-да, так началась война. Нам сообщили, такая песня была. Еще, видимо, в 50-е годы. Так вот, вы, наверное, Паша, не поняли. Это люди, которые часа в 2 ночи пришли вот на это действие. В 4 утра это только началось. Я не понимаю, это 4 утра, вы рассказываете о том, что было? Да, это натурально, в 4 утра, как они напали, так и началось действие. И это, ну, а кто смотрел? Смотрел Дальний Восток. А кто знал о том, что... я не знаю. Я вообще телевизор не смотрю, но, как у Пушкина не спится няня, пошел, включил, и просто охренел, потому что на полном серьезе, ну, конечно, в Москве вид нереальный был. Красоты, а не вот это вот, как называется, где парк Зарядье, и этот, ну, такая дура, которая выступает в Москва-реку, на которой все ходят. Такой помост. Помост. Вот на этом помосте был оркестр молодежный по направлению Башмета, и вот актеры сидели прямо на скамеечке, и вот он с муточку сыграет, а они стихотворение прочитают. Он муточку сыграет, а они прочитают. Но это так. Похоже, немножко на самодеятельство. А вот на НТВ на полном серьезе детрализованы представления, типа, сейчас я даже вспомню, в Бресте, значит, майор играет Ромео, спектакль Ромео и Джульетта, а Джульетта его жена играет. И что-то они не успевают, говорят, да ладно, говорят, завтра выходной. Ну, и тут идет такой текст, что завтра уже не выходной, а завтра уже 22 июня. И до войны вообще час остался. Вот это круто было. Ну, и у нас тоже ничего по второму каналу, по России. Но самое, конечно, потрясающее, что это было в 4 утра. Да, друзья мои, сегодня вот такой день, 22 июня. Я, ну, как сказать, мы его никогда не отмечали, чтобы вы знали. Павел, вот вы молодой человек, это сейчас, вот буквально сегодня, решили первый раз такое сделать, потом в 4 утра. Никогда в жизни 22 июня никак не отмечалось. Отмечалось 9 мая. Притом, я знаю, о чем я говорю, потому что у меня отец воевал, у меня у отца было 2 войны, его после немцев перекинули на Дальний Восток, это, по-моему, 3 сентября, мы это не отмечаем, победа над Квантунской армией в Японии. Вот. Но 22-е такое первый раз впечатляет, я хочу сказать. Единственное, что это же все-таки день скорби, это не, ну, день памяти, да, да, в принципе, 9 мая, с учетом количества погибших, это как бы, как в песне поется со слезами на глазах все происходит. Ну, ладно, мы отвлеклись благодаря нашему москвичу по фамилии Семенов, 90 лет. Вот. Интересный, кстати, звонок был, хотя и короткий. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Ирина, я из Москвы, мне 60 лет. Я хочу сказать, что все время я чувствовала себя белой вороной среди своих сверстников, потому что я всегда чувствовала себя моложе их и была как будто ребенок среди взрослых. Когда я пошла оформлять пенсию, пенсионный флот, мне долго ее не оформляли, не давали, не верили, что мне уже 50 лет. вот. Ну так, вот это правильно, такое ощущение. Я иногда думаю, что это неправильно ощущать себя в таком состоянии молодости. А хочется спросить, а как же себя пожилые-то ощущают? Вот предположим, я скажу неправильно, вы скажете, Михаил, а как я должна ощущать себя там на свой возраст? Я тоже не знаю, как. Что значит ощущать себя там в 60 на 60, в 70 на 70? Ну как-то мне всегда казалось, что я нахожусь не в своей компании, то есть мне нужны другие люди, хотя это были же мои же сверстники. У меня даже история у мамы и у мужа, то есть даже на вид нам никто не дает наш возраст. Например, мужу моему 72, ему дают максимум 60-55 лет, маме 84, ей дают 65-67. А вы знаете, я видел таблицу современную возрастов, может быть, вы ее тоже где-то видели, она есть в интернете, где очень сместились все границы возраста. То есть сейчас, например, если я не изменяю память, пожилой возраст смещен там с 60 вообще до 85, по-моему, а это все типа какой-то зрелый возраст, потому что, ну, Россия, страда не самой большей продолжительности жизни, но Япония, Израиль, я не помню, там, какие-то еще страны, где продолжительность жизни, скажем, 80 лет, 82 года, средняя, для них 90 лет, это, ну, 90, да, но еще бегает типа старик. Вот у премьер-министра последнего Израиля, Биби Натаньягу, он уже, к сожалению, не премьер-министр, но был последний, перед нынешним правительством, его папа умер в 104 года, был такой у нее папа, профессор знаменитой истории, вот, в 104 года умер. Мы, к сожалению, живем в стране, где у нас смертность, ну, более ранняя, и поэтому у нас в отношениях возраста немножко другое, а в странах, где нормальные, там, с экологией, и они едят, если вам интересно, друзья мои, всеми номинациями здравоохранения, признала самой здоровой едой и средиземноморскую еду, вот такую, как едят в Греции или в Италии, вот, и они как-то вот доживают гораздо больше, и годы, и они считают себя пожилыми, и не ведут себя как пожилые, то есть, бодро бегают по улицам, а еще в СССР, когда у нас в СССР был, я заметил, что когда ты в метро, ну, ездишь, то иностранцы в метро, это 70-80-летние пенсионеры из Европы и США, которые бодро, ну, путешествуют по миру, потому что они на пенсии, и у них теперь есть время всем этим заниматься, да. Ирина пишет, вопрос такой, Михаил, как вы относитесь к парам с большой разницей в возрасте, мужчине 45, мне 27, заранее спасибо. Да разве-то большая разница в возрасте, Ирина. Вот все, что меньше 30-40 лет, я вообще не считаю. Но вообще, я отношусь, как вам сказать, когда вы живете, вы сами понимаете, в чем эта разница сказывается. Бывает, что не сказывается. Нет таких общих рецептов, что вот разница в возрасте влияет так-то и так-то, потому что есть реальные конкретные люди и у них свои отношения, независимо от разницы в возрасте. Но есть объективные вещи, когда огромная разница в возрасте, очень часто очень разные интересы у людей и разные понимания жизни. у нас нет времени уже, да? У нас буквально 40 секунд. Фильм рассказа Михаила Сегала, ему 45 лет и 20. Да, я не могу смазать эту картину, я лучше подожду, когда сейчас первый закончится, я хочу рассказать эту историю. По поводу разницы в возрасте. Гениальный фильм рассказа, кстати, он сейчас снял еще круче фильм, Паша видел, глубже называется. Название уже впечатляет. Это про театрального режиссера, играет Александр Паль, который был очень нудный, его выкинули из театра и он стал снимать глубокое порно, ну, в смысле, со смыслом. А есть и такое? Ну, в кино есть. Короче говоря, фильм рассказа Михаила Сегала, у него книга есть рассказа, это фильм. Значит, едет журналист, забыл кактера зовут, он едет в машине, ему лет ну, я очень плохо ориентируюсь в возрасте, ну, скоро 5 лет, предположим. И в пробке он знакомится с Любовью Аксеновой, такая известная актриса, которая лет 20. И у них, ну, это романом трудно назвать, у них секс, короче, начинается, бесконечный. И он все время на работу приходит и где-то в районе туалета спит, потому что сил больше нет. И как-то, видимо, они устали от одного и того же, и он решил с ней поговорить. А, он ей песню, говорит, эту песню споет. И стал ей петь песню, раз пошли на дело, я и Рабинович, и за нами следил у Губчака. А он говорит, кто следил? Говорит, ну, Губчака, ты знаешь, что такое Губчака? Она говорит, нет. Чика? Она говорит, нет, но это губернская случайная комиссия. А ты вообще знаешь, ну, про Ленина, про Сталина, знаешь? Она говорит, ну, да, Ленин победил Сталина. Дальше, он говорит, а ты про войну знаешь? Говорит, я знаю. Погибло много людей, тысяч тридцать, и немцы дошли до Икеи. Тут он заорет, говорит, о чем нам с тобой-то? Побежал на работу, схватил за руку женщину, лет сорока пяти, и говорит, поговори со мной, пожалуйста. Это, это вот юмор на тему разницы в возрасте. К сожалению, обычно это так и бывает. Редко когда люди разного возраста, ну, могут найти общий язык, у них вообще общие интересы. Добрый вечер, Михаил, мне 33, выгляжу на 25. В 8 лет мне пришлось стать взрослым и воспитывать младшего брата. В 20 у меня родился свой сын, и что касается общения, меня всю жизнь тянет к старикам. То есть, неинтересно общаться с молодыми или ровесниками, а вот со стариками очень интересно. Паша, секундочку, я хочу на этом остановиться, ненадолго. Кого тянет к старикам? К старикам тянет того, у кого в детстве, а, не было отца вообще, или его отец был глуходимой капитан дальнего плавания. То есть, как бы он был, но как бы в жизни не присутствовал. Это классика психологического жанра, что когда ребенку в детстве не хватает отца, ну, мы про девочку сейчас говорим, то она, когда вырастает, тянется к мужикам, которые намного ее старше, которые, в принципе, должны заменить ей отца. Вот такая вот интересная мысль. У нас звоночек? Да, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, очень рада, что дозвонилась за вас. По теме программы, знал ли муж, что у вас есть роман, и что он делал? Я все правильно сказала? Че, какой муж, и какой роман? Ну, отношения. А вы про что сейчас? Я не улавливаю. Про тему программы. Вначале был такой вопрос, нет? Понятно. Но вы же еще молодая женщина. Путаете, как будто у вас, я не знаю, что. Хорошо. У нас про возраст, про передачу. У нас все равно последний вторник, и тема может быть разная. Вот настолько все запущено. Да и вторник-то у нас не последний. А сколько вам лет? Пятьдесят. Вот так рано начали уже? Завязывайте. Да. Нет. кстати, последний вторник, вы не вспомнили, будет, собственно, через неделю. Вот еще у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Но у нас две минуты. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня как раз вопрос, не вопрос, а вот добавление по теме программы. Мне пятьдесят лет, сорок девять точнее. Вот. И я себе вот реально изменила жизнь в сорок пять лет. И как вы изменили жизнь? Изменила. Очень просто. Я из Минска переехала в Москву, перед этим я съездила за границу, посмотрела. А начало с того, что меня уволили со всех работ, хотя я хорошая пианистка. Вот просто жизнь так сама меня подвела к тому, что я вынула, я не могла жить так, как живу раньше. И мне казалось в сорок лет, что моя жизнь уже закончена. А сейчас к пятидесяти у меня все начинается. Вот несмотря на 30-летних кавалеров, которые были у меня, и очень интересные мужчины именно кавалеры. Вот. Я вот сейчас выгожу замуж за 70-летнего мужчину. За 70-летнего? Да. И сейчас, вы знаете, и мы одинаково себя чувствуем молодо, потому что у нас общие интересы. То есть я галеристка, он художник там, да, понимаете. И поэтому вне возраста, и вообще-то лучший мужчина в моей жизни на сегодняшний день. А что завтра будет, я не знаю. Поздравляю. Совет да любовь. А вас хочу поблагодарить, Михаил, потому что вот я не понимала вас пять лет назад, а сейчас вы считаете, что вы делаете такое дело, которое просто даете людям возможность жить и чувство жить по-настоящему. Спасибо. И вот большая за это благодарность. Спасибо. А вопрос у меня все-таки тоже есть, потому что... Так очень быстро, у нас меньше минуты осталось. Да, еще минуты, да. Вот вопрос еще у меня такой есть, потому что это очень сложно сделать шаг. То есть зависит ли что-то от нас все-таки? Или вот эта жизнь все-таки... Вопрос как бы связан именно с самооценкой, что мы постоянно чего-то ждем, что же произойдет само. Жизнь полностью зависит исключительно от нас. Даже когда они от нас зависят, надо думать, что от нас. Субтитры создавал DimaTorzok